Дайджест недвижимости. Тогда как в предшествующие три года лишь миллион триста тысяч квадратов. В управлении статистики посчитали и число переселенцев из ветхого жилья. В прошлом году в Кировском микрорайоне Долгушино ввели два жилых дома на 229 квартир. И еще три таких дома на 555 квартир сданы в июле этого года. Для детей-сирот в микрорайоне Ленгасово в прошлом году построили два жилых дома общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Напомню, День строителя отмечается в это воскресенье, 13 августа. Сбербанк снижает ставки по ипотеке до рекордного уровня. Минимальная ставка по жилищным кредитам в сегменте новостроек составляет 7,4%. На вторичном рынке 8,9%. Как пишет РБК, это самое масштабное за всю историю кредитной организации снижение ставок по ипотеке. Кроме того, банк уменьшил размер первоначального взноса на вторичку до 15%. Ранее в Сбербанке зафиксирован рекордный объем выдачи ипотеки. За май и июнь в кредитной организации оформили займов на 154 миллиарда рублей. А с начала года этот показатель составил 480 миллиардов. Это на 24% больше, чем за январь-июль прошлого года. Напомню, ранее Центробанк сообщал, что средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума. За полгода российские банки выдали свыше 400 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 800 миллиардов рублей. Аналитики посчитали, граждане каких стран охотнее всего покупают жилье в России. Самыми активными иностранцами стали жители Белоруссии и Украины. В ТОП-20 также попали представители Туркменистана, США и Великобритании. Основанием для анализа стали данные банка «Дельта-кредит» по ипотеке, которую оформляют зарубежные заемщики. Активнее всего займы на приобретение недвижимости брали жители Белоруссии, Украины и Казахстана. Средняя величина кредита составила 2,5 миллиона рублей. Наименьшая сумма жилищного займа у граждан Таджикистана – порядка миллиона 800 тысяч. Ну а самые крупные ипотечные займы берут представители Великобритании. В среднем на одного британца, приобретающего жилье в России, приходится почти 17 миллионов рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.